Всем привет! Не поверите, ну, лето! Я прям вот с веношками тут бегаю, поливать пошла, потому что у меня роза цветет вовсю прям, и всякая, и желтая, и оранжевая, и розовая роза. Это уже даже отцвела, надо их прям хорошенечко полить сейчас. Прям залить. У растений тоже лето наступило. Мяту мою нужно полить, особенно мяту. У меня, знаете, мята, она стоит вот прям целый год. Ой, какой-то вертолет где-то летит. И зимой тоже есть у меня-то, и лето. Где он? И как понять, что лето наступило, муравьи повылазили. Прям по ногам мне лазать. Вот так. Что-то еще тут у меня расцвело. Пахнет так хорошо. Пахнет жасмином, но это же не жасмин. Включу на часик, пусть весь прям сад польется. На час. А я сегодня, знаете, что решила? Решила ничего не делать. Я сегодня буду смотреть сериалы, заниматься всякими масочками, массажами. Прям расположусь сама на диване, и там и буду себе что-нибудь сделать. Потому что завтра, наконец-то, мы запускаем наш проект. И, блин, работать придется очень много, я так понимаю. Плюс ко всему прочему, я до сих пор продолжаю работать секретарем. И пока мне еще не сказали, что мой контракт заканчивается. И вечером я должна уже буду выйти еще и в суши-бар. Поэтому у меня, получается, три работы, плюс дети, которых я в школу не поведу. И я решила сегодня прям поотдыхать так хорошенечко, так, чтобы аж надоело отдыхать. И завтра вперед из песней. В понедельник в ногу со временем и в ногу с мужем. Ну, вы поняли, да, вчера, что происходит с мужем? Ну, видите, он бросил. Вот. И уже держится больше двух недель. И, если честно, это... Давайте я стану на фоне розочек, так как я симпатичнее. Где они? Вот они. И, если честно, то это впервые. Я вижу, чтобы он вот прям настолько уже серьезно отнесся к этому. Поэтому я считаю, что все-таки в этот раз у него действительно получилось. Я его поддерживаю. Но если бы вы знали, что он взамен делает... Вы бы поняли. Чего я такая лохматая и усталая? Кто у нас ответственный за шашлык сегодня? Леночка. У нас не совсем шашлык. Это филе индейки, кажется. Мы нашли в морозилке. Оно даже было замороженным. Мария, осторожней, дочек. Оно было замороженным. Но Жужука как-то его там в соусе, что ли, замочила. Теперь у нас, получается, вот Леночка жарит. Ты жаришь, да? Базу, тронли. Молодец. Тон и вода и водичку, или метку с 20 лет. Окей. А я выбираю всякие игрушки для бассейна. Потому что я так чувствую, что летний сезон начнется достаточно быстро. Поэтому еще всякой дребедень, которая могла бы быть интересна нам. Не знаю, во что они там играют. Но кот с ними. Лег там, лежит. А кот что, лежит там просто, да? Или что, это он играется с вами? Он играется с вами, и. Крыgал. Рисажер. Это, короче, мода такая во Франции Называется Бег с препятствиями Некоторые даже делают Прямо вокруг дома Ну, у нас так, возле бассейна Небольшую какую-то штучку сделали Но мне это дает желание Сделать прям вокруг дома Им какую-то серьезную такую штуку Тут нужно прыгнуть, получается Тут перескочить Потом на мече пролететь Потом вот туда, дальше Туда, туда, туда Вот они вот это все понастроили Потом надо там на велосипеде проехать 2 минуты Потом на вот этом на эллиптик 2 минуты Короче, есть чем заняться Поехали на эллиптик 2 минуты Поехали на эллиптик 2 минуты Я только что выиграла 50 евро И 50 евро? Короче, он мне сказал Если ты за 10 минут Откроешь эту машину Капот этой машины Я тебе дам 50 евро Правда, было очень тяжело Потому что надо нажать одну кнопку С одной стороны А потом внутри еще найти Еще одну кнопку И почему ты одевал мотор? Но потому что я думала, что у меня есть инструмент Он говорит Зачем ты машину типа завела? Ну потому что я думала, что так сложно Он мне сказал Если за 10 минут откроешь капот Если ты разберешься Я разобралась Смотрите на мои руки Но я разобралась То я тебе дам 50 евро Я за 50 евро не только заведу машину Я блин старый мотороллер Я блин это Велосипед заведу без мотора За 50 евро Короче, оказывается Здесь есть такая фигня Вот тут вот нужно сначала Подожди Я вначале Ну вот это как бы я сразу разобралась Вот тут вот Вот эту штуку Я ее сразу открыла А капот я еще долго там рылась Честно Я рылась Получается он так приоткрылся Я думала, ну и все Как бы открылся уже Оказывается Там надо еще рукой полазить Найти кнопку Но я ее нашла Где мои 50 евро? А он ржет мне Зачем ты машину завела? Завела я машину Потому что я думала, что там какой-то прикол есть Я думала, что что-то очень сложно А моя логика оказалась Сильнее, чем 50 евро Поэтому, блин Мыть руки и за 50 евро Что я за 50 евро куплю? Давайте, девочки Платье какое-нибудь Вы мне написали, что вон то голубое Оно мне подходило Хотя некоторые написали Фу, какое некрасивое платье Типа Тебе такой свет не подходит Тебе другой нужен Какая разница? Кратное куплю Где 50 евро? Из-за улицы Канты Ломана Мох Ну типа мам Поехали Монконт? Ты по-моему поясни в мой кант? Давай, пошли в мой кант Вот Сколько я тебе сниму и дам Я говорю, давай ты мне это дам Переведи на карточку Смотри, где у меня руки сонули Знаешь почему? Ну, потому что папа говорит Я тебе дам 10 минут И если ты уйдешь капот Я тебе дам 50 евро 4 минут 50 4 минуты 50 Монтикерчик, я дамарил мотор Но я решу проблем 4 минут 50 О! Ты мариан С ума интеллижент Я говорю, зачем ты завела машину Я говорю, знаешь что Завела или не завела Какая разница Главное что 4 минуты 50 секунд У меня занял он для того Чтобы открыть этот капот И грязные руки Вот Монтикерчик, я решила Э, э, э Р愛 Ростите, ты мне это ступид Ты должен акцепти Я действительно Вмень, дам Интеллижент Мень, ты ты Globe Он там уже своим друзьям рассказывал Вот она там машина За вилла Там все дела Знаешь, что Ты скажи своим друзьям Что Ты женец На очень умной женщине Даже ты удивлен Я ведь не сказала А это все? 4 минут 50, мой нож. 4 минут 50, когда у меня лопа, все хорошо. А что у меня лопа? Ты мне говоришь, что ты мне открыл капот? А, вообще, с чего этот спор начался? Короче, все началось с того, что я ему сказала о том, как белую одежду стирать. Почему я... Так, подожди, я сейчас говорю. Я хотела ему рассказать о том, как белую одежду стирать. Почему я хотела ему это рассказать, я не знаю. Мне вдруг ни с того ни с сего в голову пришло рассказать ему, что сначала я стираю всю на 90 градусов, но у меня отдельно сложена одежда, которая с наклейками, там, да, всякими, там, или рисунками какими-то. Вот эту одежду нельзя стирать на 90 градусов. Потом я ее добавляю, получается, в ту одежду, которая уже постирана, и стираю на 40 градусов. Он говорит, зачем ты мне расскажешь? Я же тебе не рассказываю, каким образом заливать, как-то изъявляться, воду в машину, да, чтобы, ну, мойку оком делать. Я говорю, если надо будет, я залью. Он мне сказал, да ты никогда в жизни этот капот даже не откроешь. Чуть я его не открою. Оказалось, действительно, очень сложно, но возможно. Он мне сказал, хорошо, я засекаю 10 минут, откроешь капот 50 евро. 50 евро, вот так были выиграны. Пожалуйста, ну, как сказать, русские женщины, они где найдут кнопочку, чтобы открыть? Это как мыть. Какие злые, да? Ужас. Кошки, дорогие, идите кушать. Мы вам яиц принесли в количестве 24 штук. Мы вам принесли курицу обглоданную. Мы принесли вам сухой корм, да, и не сухой корм. Кошки! Еще, 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 все высыпай, чтобы все-все-все высыпала, доченька. Они уже начали подходить потихонечку. Смотрите, самый серый, еще один серый, черный. Здесь еще парочка прячется рыжиков. Где они? Привет, рыжий! Кушать будешь? Вот эти бери тоже. Иди кушай, не бойся, иди. Иди, мой хороший. Я, короче, сварила 24 яйца, потому что у них срок годности ушел. Вот. Но как-то они не очень их едят, они больше курицу едят. Это дорожка им, как всегда, видите? Крокетовая дорожка. Эй, кошаки мои! Видите, я уже дорожку какую вот насыпала. Видите, они уже поближе как бы подходят. И хороший котяка. О, рыжий пришел, смотрите, поближе. Ну, только руку к ним протягиваешь, они все сбегают, боятся. Вот если сидеть тихонечко, даже снимать их можно. А руку протягивать нельзя, смотрите. Тихонечко так. О, испугался. Не бойся, я хочу тебя погладить, хороший котик. Ой. Он говорит, ты его потрогала, да? Да, хороший. Ну, а этого еще тоже боится. Он боится. Ну и ладно, кушайте, кушайте. Все, не трогаю я вас. Все. Вот так, блин, можно ведь испугаться, да? Если не знать, что это нормальный пес. Выскочил такой. Скажи, мама. Привет, моя дочка. Идите листео, пожалуйста. Идите листео, пожалуйста. Идите листео, пожалуйста. И когда ты перестанешь баловаться, интересно. У тебя сейчас рыба упадет изо рта. Идите листео, пожалуйста. Вот это я таких детей родила, воспитала. Идите листео, пожалуйста. Идите листео, пожалуйста. А это для чего ты приготовил? Что с этим делать? Что это надо было поливать? Рыбу? Не, а что надо с этим было делать? Уксус хереса. Херес. Херовый уксус. А по-русски херес. Идите лист. Идите лист. Ну и че, чем пахнет? Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.